Сегодня мы начинаем 60-е заседание нашего семинара. Я хочу сделать несколько вступительных слов. Первое заседание было в марте 2011 года, то есть 11 лет назад. И доклад там делал Алексей Юрьевич Розанов на самом первом заседании нашего семинара. И более того, мы тогда даже и не знали, будет ли это постоянный семинар или просто интересный доклад, который он тогда сделал. Доклад прошел с очень большим успехом, и мы приняли решение сделать вот такой семинар некоего особого типа. Семинар проблемный, на который приглашаются обычно крупные ведущие, ученые, специалисты в данном вопросе для рассказов о проблемах, о дискуссионных задачах, о том, что интересно, но еще не до конца ясно. И вот сегодня 60-е заседание этого семинара, и снова на арене у нас Алексей Юрьевич расскажет о том, откуда есть пошла жизнь на Земле и почему ее до сих пор нет. Как? До сих пор она есть, более-менее. Попробуйте нам доказать. Ну, хорошо. Значит, добрый день, добрый вечер. Я даже не знаю, как. Простите меня за то, что переносился от заседания по времени, но у меня внучка выступала как педагог со своими питомцами в школе Табакова. Она там ведет целый курс. Но я не мог ни поехать туда, ни посмотреть. Это был экзамен. Поэтому, извините меня, ради бога. Вот. Теперь, значит, по поводу... А я что-то плохо вижу, что там на экране-то. Очки. На экране все нормально. На экране-то, может, все нормально, только я не вижу ничего. А почему мы не убрали сегодня? А, ну да. Да. Вот, которые видны спала, и неплохо. Конечно, тоже задумываются, они... Ну ладно, я попробую, значит, словами объяснить, что там нарисовано и что я имел в виду. Ну, надо сказать, что я по своему образованию ведь геолог, никакого отношения не имею ни к биологии, ни к астрономии в образовании. Но потом моя судьба складывалась очень своеобразно. Я докатился до того, что стал отбывать два срока академиком-секретарем биологического отделения. 20 лет работал в геологическом институте, потом в палеонтологическом институте, 40 с лишним лет. Но в конечном счете я пришел к выводу, что все было не напрасно, потому что когда меня мучили такими предметами, как сопромат, там, понимаете, теоретическая механика и так далее, мне казалось, что это все лишнее. А сейчас я понимаю, что в конечном счете многое мне пригодилось для того, чтобы усомниться во многих вещах, которые являются стандартными в наших учебниках и так далее. Значит, ну, вы знаете, что история наша развития органического мира, развития биосферы очень ясно обрисована для времени, начиная с 500 приблизительно 20-30 миллионов, то, что называется фонерозо, и здесь более-менее крупные успехи достигнуты, много ясного. Все это работает на промышленность, на нефтяную, геологию там и так далее. А вот дальше, когда мы начинаем, значит, опускаться в более древний мир, то там дело совсем стоит плохо, но обстояло до последнего времени очень плохо. Ну, в какой-то момент, понимаете, я столкнулся сначала на исследовании метеоритов, когда мы обнаружили в метеоритах всякую живность ископаемую, то есть окаменевшую, да, ну и потом при исследовании древних пород мы вдруг обнаружили, что есть возможность там находить органику, ну, окаменевшую, естественно, органику, и что у нас перспектива очень такая, я бы сказал, благоприятная, потому что, значит, сегодня я со своими коллегами из Ленинграда и из Москвы начал работать над программой изучения биостратографии архея и протерозоя. Почему это мне пришло в голову? Потому что некоторое время тому назад вместе с Евгением Александровичем Заварзиным, вам это имя хорошо знакомо, мы, значит, основали такое новое направление в палеонтологии и в биологии, которое называется, значит, бактериальная палеонтология. В чем здесь дело? Дело в том, что те организмы, которые мы сейчас находим и в архейских, и в протерозоевских породах, они все имеют микронную размерность. И вот тогда, когда мы стали применять к исследованию... Что, плохо слышно, да? Не, не, я кукал, вот сутки не так слышу. Ну и когда мы, значит, поняли, что есть возможность узнать очень много нового, применив электронный микроскоп, но не только, значит, электронную микроскопию, но и электронную томографию, мы поняли, что, вообще говоря, мы стоим на пороге совершенно нового этапа исследования истории биосферы нашей планеты. Но это все, значит, дал толчок еще одному важному обстоятельству. Значит, мы стали понимать, что все разговоры относительно того, что, значит, ну, жизнь возникла на Земле, все эти разговоры, они, в общем, уже устарели. Этого никогда не было. И, а происходило это все по одной простой причине, потому что, вы понимаете, что такое антропоцентризм. Все человечество сначала думало, что Солнце бегает вокруг Земли и там, и так далее. Ну и во всех вопросах антропоцентризм вообще побеждает всегда, ну, на некоторое время. И то же самое происходило и с представлением о том, что жизнь возникла на Земле. И вы вообще всегда в любом учебнике или в какой-то популярной литературе вы увидите фразу «происхождение жизни на Земле». Ничего подобного на самом деле не происходило. Вот на этой картинке, которая сейчас у вас на экране, здесь показаны главнейшие события, которые происходили в истории биосферы нашей. Но потом, значит, все упирается в некую неизвестность. Ну вот, там, значит, в нижней части вы видите, когда кончаются наши фанерозойские всякие проблемы и кончается серьезная, значит, фактура о органике, которая встречается в фанерозове, там потом намечены такие вещи, как, скажем, мир РНК, мир ДНК, и там еще есть такая строчка, которая называется «протогеном». Вот я сейчас два слова скажу, а потом к этому потихонечку подойду и в конце вернусь еще раз к этому делу. Потому что, с моей точки зрения, значит, мы сейчас уперлись в такую проблему, когда мы ясно понимаем, что зарождение серьезной жизни в виде какой-то субстанции, которая потом обеспечивает все развитие, к которому мы пришли и на сегодняшний день, оно происходило тогда, когда еще Земли как таковой не было, рождалась только наша Солнечная система. Но это я не настаиваю на этом самом деле, это я довожу до сведения, так сказать, общественности научной, для того, чтобы люди думали, насколько я прав или насколько я не прав, может быть, я совсем не прав. Но сходные вещи, вообще говоря, уже в другой форме рождаются во многих умах, и поэтому я решил, что я, наверное, не совсем сумасшедший, что мне тоже это пришло в голову. Ну, значит, следующий слайд можно? Ну, начнем, значит, с тех концепций, которые существовали у нас долгое время и были, так сказать, такими, ну, неоспоримыми, что ли. Значит, концепция опарена. Концепция опарена вот здесь. Этот текст читается, нет? На экране. Чуть-чуть подрезан спалом, а вообще читается. Читается. Ну, в общем, вот сущность этого самого деяния опарена состоит в том, что на Земле была атмосфера восстановительная, никакого кислорода не было. Ну, и второе обстоятельство, необходимое для вот этой самой консервантной концепции, нужно, чтобы покрытие Земли было водяным. И, к тому же, еще теплая вода. Вот этого ничего не было, коллеги. Дело в том, что если бы на поверхности Земли была бы вот такая вода теплая, в виде океана, то, как вы понимаете, ну, сегодняшний океан, он колеблется, и всякие, значит, движения воды, они абсолютно неизбежны. Правильно? И поэтому все, что есть вокруг, всякие разные породы, они разрушаются, и возникают другие новые породы, осадочные. Так вот, осадочных пород в начале, когда существовала Земля, не было. А если не было осадочных пород, значит, не было воды. Вот это первое, что, так сказать, эллиминирует совершенно концепцию опарина. Я не спорю, что он был талантливый человек, интересный, очень изящный, изобразил эту самую концепцию. Но эта концепция не опирается вот на то, что дает нам геологическая летопись. Вот геолог, более-менее грамотный, понимает, что если нет насадочных пород, то, значит, не было воды на поверхности, иначе бы они образовывались. Для того, чтобы вы, значит, поверили мне, вы можете прийти домой, взять стакан с водой, положить туда кусочек самый нерастворимый, там гранита, скажем, или габра, или что-нибудь в этом духе, и иногда там раз в три дня чуть-чуть помешивать это самое дело. Вы осадок обязательно получите через некоторое время. Не может не случиться этого, потому что все должно разрушаться. Так, попробую. Так вот, значит, если в стакан воды вы положите трудно растворимую или практически нерастворимую породу, то через некоторое время у вас обязательно все равно осадок образуется. А если у вас есть целый океан воды, то этих осадочных пород должно быть море просто, понимаете? А их нет. Нету их вот того возраста, когда образовывалась земля. Это первое. Второе, значит, по поводу оксигенизации атмосферы, о том, что она была совершенно бескислородной. И я сейчас, значит, немножко вернусь назад, что нам давала эта самая бактериальная палеонтология. Значит, Наташ, следующий слайд. Это на счет бескислородной атмосферы. Вот этот график, он вообще говоря, в том или ином виде гуляет во всех учебниках по всему миру. Очень эффектный картинка. Очень эффектный картинка. Не очень быстро проверили. На самом деле, эта картинка, вот там внизу видите линии такие черные, да? Это линии распространения во времени. Ну, скажем, джаспелитов, что там есть верхняя черная линия. Джаспелиты, вы знаете, что это такое, да? Это железистые кварциты, курской магнитной аномалии в Канаде и так далее, которые считаются, что они накапливались тогда, когда не было кислорода. Но, значит, во-первых, значит, наши западные коллеги, которые сделали вот такой график, который вошел везде, в вас и учебники, они не знали о том, что джаспелиты не только того возраста, который здесь нарисован, то есть вот до этого подъема, как нарисовано на графике содержание кислорода, но эти породы, они имеют возраст и более молодой. Это можно продолжить. И даже более того, значит, есть девонские. Девонские – это совсем молодые, когда уже, знаете, цветет вся и флора, и, значит, фауна и так далее. Вот. Но из... Поскольку люди, которые нашли эти породы в Девоне, они испугались, зная о том, что общепринятая концепция вот такая, они на всякий случай назвали эти породы не джаспелиты, а джаспелоиды. Хотя по существу это абсолютно то же самое. Но возраст очень молодой, девонский. Ну, это где-то там, скажем, 350 миллионов лет. В отличие от курской магнитной аномалии, ну, и вообще джаспелитов, таких древних, где это возраст больше, чем 2,5 миллиарда. Это вот один момент. Второй момент, который связан с этим же, значит, были описаны такие образования окаточки. Наташа, следующее, пожалуйста, нажми. Вот. Вот видите, слева, да, это такие формы. значит, это минерал уронинит, вот в таких, значит, как здесь представлено в этой работе, что это такие окатанные зерна, а уронинит, это минерал, который окисляется мгновенно, если хоть чуть-чуть есть кислород. Ну и для сравнения они выдали здесь ряд окатанных зерна с пляжа, одного из пляжей Австралии, где я был, потом собрал этот материал, но ребят, которые публиковали эти данные, они честные ребята, они там масштаб показали, видите, да? Значит, вот те зерна уронинита, они имеют одну размерность, а эти зерна, с которыми сравнивается это дело, они совсем другую размерность, потому что есть такой рубеж окатываемости, когда у вас меньше, чем 0,15, то у вас ничего не окатывается, у вас все, значит, такие остроугольные зернышки. Но я, к сожалению, здесь не поставил слэда этого осадка, который я смотрел в Австралии, да? А там видно вот окатанные окатанные, вернее, округлые формы, которые там есть, это живые форме НИФРа, а все, что неживое, это остроугольное, потому что это не окатывается. Дальше, пожалуйста. Поэтому, значит, после долгих всяких разных размышлений, ну, и сбора разных данных, которые касались и, значит, распространения определенных форм пород некоторых, ну, например, таких, как евопориты. Евопориты, понятно, что, да? Это породы, которые, ну, там есть соли, гипсы, там и так далее. Значит, евопориты, когда начали образовываться, это было довольно давно, и вот на этом графике видно, что это, скажем, там два с лишним миллиарда евопориты есть, но где-то в районе миллиард триста евопориты стали постоянным, значит, постоянной составляющей в разрезах биологических. И вот был такой Миша Ширков Новосибирский, замечательный ученый, к сожалению, он уже не живет, но он догадался до того, что если в разрезах постоянно присутствуют евопориты, то стало быть соленость мирового океана стала постоянной с этого момента. Это тоже очень важный момент. Кстати, на графиках это тоже мы можем видеть. А постоянно... А? Чуть-чуть громче. Громче? Да, даже здесь. Почитаю. А может быть какой-нибудь микрофон можно подтащить? Уже другого нет. А нет? Ну ладно, буду пытаться. Буду пытаться. Значит, постоянный состав в разрезах включающий евопориты показывает, что соленость мирового океана стала постоянной. Это очень важный момент. Даже точно, как есть еще и другие показатели очень важные. Ну, скажем, вы можете обнаружить в породах скажем каких-нибудь там возраста полтора миллиарда, да, где никто не подозревал никогда организма. Ну вот, вы знаете, в Сыктывкаре проходил такой семинар по кардиологии. Иращевский, академик Ащер, он мне позвонил, он говорит, слушай, я знаю, ты собираешься в Трепеге, приезжай в этот момент туда и расскажи о эволюции органического мира на Земле за все время существования. Я говорю, послушай, а сколько ты мне даешь времени? Он говорит, ну, 10 минут. Ну, вот вам смешно. А я с дурой согласился. Ну, 10 лет, 10 лет, легче, чем 2 часа по этому поводу. Но когда я положил трубку, я понял, что какая-то у меня ситуация такая, знаете, смешная может быть. Я начал действительно думать. И я вспомнил один замечательный случай, который произошел у нас, значит, в Вашингтоне в Смитсонинском институте. Мы там сидели с Йохолсоном, который занимался моллюсками, а я в те времена занимался серьезной фауной архицатами. Вот, и пришел, значит, кауфман, который принес какие-то породы, а в них такие, знаете, ходы. Ну, мы посмотрели на него, и сказали, знаешь, Эдик, это ерунда, мы заниматься не будем. Ну, он так немножко пообиделся, но напечатал статью, которую я потом, когда Рощевский меня, значит, на 10 минут выставил по докладу этой самой кардиологии, да, я разыскал эту статью и задумался над тем, что если у Вас в породах есть сверление, дай следующее, пожалуйста, ставить. Немножко вернусь потом к этому тоже. Значит, если у Вас есть в породе сверление и диаметр этого сверления сантиметровой размерности, это означает, что этот организм, который сверлил эту породу, он имел целом. Целом – это такой мешок там внутри, но целом, он, соответственно, еще коррелируется с тем, что там обязательно должны быть мышцы и кровеносная система, а кровеносная система должна снабжаться каким-то органом, ну, сердцем у нас, который гоняет кровь, и я ему сказал, хорошо, я за 10 минут. Я им сказал, что, ребята, когда Вы думаете, что сердце возникло очень поздно, там где-то порядка 550 миллионов лет тому назад, Вы ошибаетесь, потому что вот такие сверления обнаружены в породах возраста 1,6 миллиарда. То есть сердце возникло значительно раньше, чем Вы думаете. Это был тоже очень такой, знаете, момент для меня и для многих людей, которые слышали то, что я рассказал по этому поводу, что, значит, не так все просто обстоит. У нас с нашими представлениями об органическом мире дофонерозоя, где мы считали, что, ну, что там кроме строматолитов ничего нету, более-менее. Ну, вот, так вот, дальше больше. Когда я начал смотреть породы в древней, то в одном месте я нашел изумительной сохранности трубочки с скульптурой. Я, естественно, решил, что, ну, это архейские породы, я решил, что, ну, это, конечно, засорение современных каких-то вещей. Но в этом же образце, потом по нему я долго лазил, я нашел вот справа картинка, место, где видно, что эта трубочка находится внутри кристалла. То есть, это означает, что у вас эта трубочка, этот организм жил тогда, когда формировался этот кристальчик. А этот кристалл, извините, формировался при высоких температурах и высоких давлениях. и вот тут я задумался, в чем же дело. И потом многие другие вещи, которые я покажу, они показали, что, оказывается, вот кроме рубежа окатываемости, есть еще и другие рубежи. Вот размерный эффект, когда от зависимости микронной размера организмов, они сохраняются даже при высоких температурах и давлении. И это открыло нам новые возможности изучения от глубокого докембля. Так, давай дальше тогда, давайте же поднимем. Вот. Кроме того, мы, значит, изучали фосфориты древние. И вот здесь вот картинка современной и современной цианобактерии и древней цианобактерии, которые имели возраст около 600 миллионов лет. И посмотрите, какая сохранность потрясающая. А когда вы, ну, я долгое время, потом несколько, сколько лет, 12 или 13, что ли, работал вместе с НАСОвцами у них там в этом самом фонбрауновском ракетном центре с хорошей аппаратурой и так далее, когда мы измерили толщину вот этих пленок, то толщина пленок всего-навсего несколько микрон. А посмотрите, какая сохранность потрясающая. Толщина пленок несколько микрон, а сохранность потрясающая совершенно, понимаете? Значит, это открывает еще дополнительные возможности для изучения органики глубокого докембрия. И сейчас мы понимаем, что если мы всерьез будем, ну так, знаете, не случайные образцы отдельно изучать, а поставим эту работу на поток, что называется, я уже договорился с Институтом геологии до Кембрии в Ленинграде, что мы целую программу создадим, то мы ясно совершенно получим, какой эффект. Первый, мы, конечно, с помощью этого изучения микронных организмов создадим базу для нормальной биостратографии. Ну, конечно, для этого нужно 10-15 лет, чтобы, значит, это поставить на хорошую ногу, да? А второй аспект этого самого дела, он тот, что, соответственно, кроме этого мы получим совершенно незнакомое нам представление о том, что на самом деле творилось в это время, в то время, когда мы считали, что там вообще ничего не творилось, у меня одни породы только были. Но, ведь уже давно многие, значит, наши корифеи, они говорили о том, что, ну, вернадский, скажем, как говорят, что все осадочные породы образуются обязательно с участием бактериальной составляющей, и что пород осадочных, образованных без участия бактерий не бывает. Он оказался прав совершенно. Но до этого, скажем, там андросов и так далее, они же говорили о том, что на серное месторождение, скажем, это бактерии, там и так далее, и так далее. Ну и сейчас совершенно очевидно, дело-то серьезное. На самом деле мы стоим на пороге грандиозных перемен в представлении о развитии органического мира и в обрисовке картины биосферы, древней биосферы Земли. Теперь, значит, я хочу вам напомнить, что значит, пород осадочных древнее 4 миллиардов, ну я немножко огрубляю, 4 миллиарда, на самом деле 3 и 8, пока никто не нашел. И это говорит о чем? Что у вас в это время до 4 миллиардов водички не было на поверхности Земли. и если мы хотим каким-то образом еще, понимаете, реанимировать представление о том, что жизнь, она родилась на Земле, тогда мы должны задуматься над тем, что каким образом может жизнь возникнуть на Земле теоретически. Может в одном случае, если вы ледяной кометой занесете какую-нибудь жизнь потустороннюю, неземельную, эта ледяная комета растает на той поверхности, на которой нет воды, создаст некие такие эфемерные озера, в которых может быть что-то зацепится и потом будет распространяться. Но для того, чтобы это распространилось, нужно иметь хорошую подпорку в виде сплошных водяных масс. Так, давай дальше поехали. Поехали. Ну, это вот детали этих самых сохранностей санобактериальных образований. Обратите, какая сохранность потрясающая. Санобактерия еще окружена пурпурными бактериями, а это сотни миллионов лет. И размерность такая, которая, значит, не свойственна для нормальной палеонтологии, скажем так. Поехали. дальше. Значит, возникла некоторая проблема, когда нашли цирконы, которые имели возраст 4,2-4,4 миллиарда. И начали говорить, вот, значит, все-таки что-то там было. И начали говорить, что цирконы эти, они, значит, окатанные в воде. Ну, правда, цирконы нашли-то в более молодых породах, их оттуда выделили, а сами цирконы определили вот 4,2-4-4. Ну, во-первых, вот эти цирконы я вам показываю. Обратите внимание, что здесь тоже нету окатанных цирконов. Поэтому все, что можно здесь предположить, что, может быть, это какие-то пепловые образования, потому что вулканы, конечно, были в отсутствии, так сказать, осадочных пород. А второй момент. Я цирконщиком и затопистом сказал, слушайте, объясните мне, почему в одном зерне, я, к сожалению, не нашел этот слайд, где в одном зерне есть две точки. 4,2 и 4,4 миллиарда. Ну, задумайтесь, секундочку. Ошибка в 200 миллионов. Я говорю, что у вас за странный метод, если он дает такую ошибку? Что за странный метод, ошибка, которого 200 миллионов. ребята, это же... Ну, надо сказать, что изотописты, которые это знали, они изменились, сказали, знаешь, ну, тут недоразумение произошло. Конечно, это нелепое. Поэтому, значит, достоверных данных о существовании осадочных пород, тем более окатанных, как здесь. Да, тут еще было сказано, что эти цирконы были окатаны в водной среде. Ребята, воды нет, а они были окатаны в водной среде. Ну, полная какая-то несвязуха. Давай дальше. Потом, значит, эти самые ребята, которые очень против того, что были осадочные породы, вот такие древние, как там 38-37 миллиарда, опубликовали книжку. Вот я взял из этой книжки две фотографии. Потому что в этой книжке вот эти породы, которые изображены, написано, что это не осадочные породы. Коллеги, ну, это, значит, гравелит, вот верхняя. Ну, конгломерат, вы представляете, что это, да? Это окатанные гальки. Гравелит – это только галечка мелкая, да? Но если у вас там окатанные зерна или окатанные гальки, это осадочные породы, это не осадочные породы. А второй снимок еще чище. Понимаете? Дается вот эта сама фотография породы, которая, скорее всего, напоминает джеспелит. Так вот, в джеспелите моя сотрудница, к сожалению, в момент этого самого коронавирусовой всей эпопеи, она, к сожалению, скончалась. но она показала, и сочетая специально джеспелиты, она показала, что джеспелиты содержат санобактерии, ископаемых санобактерий. А это означает, что? Это, во-первых, означает, что кислород был, да, в атмосфере. Но это даже те джеспелиты, которые очень древние, и там есть тоже санобактерии. Ну, полный разлад того, что нам всегда преподавалось, я помню, еще в студенческие времена, пытался запомнить это. Опять что, поняли. Так вот, значит, был такой замечательный, тоже, к сожалению, он уже скончался, замечательный Шудловский. Может быть, вы слышали это имя, он знаменитый диахимик, вот, и он опубликовал, держи, и он опубликовал вот этот вот самый график, где, значит, показаны результаты исследований изотопии вот этих самых древних пород из Гренландии, ИСО. И если вы посмотрите на крайний левый результат, то вы поймете, что там результат такой, который показывает, что в это время существовали уже эвкариоты. Эвкариоты это организм, который имеет клетки с ядром. То есть, мы с вами эвкариоты, скажем там, какие-нибудь черви земляные, тоже эвкариоты. Да? Уже существовали эвкариоты. Мы с ним встретились вот совсем незадолго до его уже кончины в Китае, и он мне говорит, знаешь, ну вот это опубликовано было лет уже 50 тому назад, 40-50 вот так. Но никто не хочет даже ссылаться на это. А он вообще очень осторожный, как, так сказать, экспериментатор, очень осторожный. И если он получал какой-то результат, то он его тысячу раз выверял, а потом отшло так назначится публикацию. Следующий, пожалуйста. Так вот, второй график, который он привел, вот тут справа это рамановская спектроскопия, а левый это шарики, которые были найдены в Ганфлинте, это 2 миллиарда лет. И там это было описано как эвкариоты. А три других это из ИСО, как раз из этих древних пород. И он показал, что даже на рамановских графиках это одно и то же. Потому что не говоря о морфологии и дырках, которые существуют в этих шариках. А если в шариках есть дырки, понимаете, тут уже совсем дело плохо обстоит. Потому что это типичная картина эвкариот, ну, из древних значит форм, это называется тасманиты, описанные из тасмани, которые сегодня не живут, но жили раньше. Так вот, и таким образом ясно, что Шадловский был прав, и мы извини, дурака валяли долгие годы, долгие десятилетия, не ссылаясь даже на работу Шадловского. Дальше очень осторожно написано, что это какие-то образования вероятно живых организмов. Но если вы присмотритесь, это шарики с такими же дырками, а это, между прочим, три с половиной миллиарда вот это хозяйство опубликовало, значит, Велш такая, вместе с Вестл, так дальше давай. И вот они опубликовали целую серию интересных вещей, а теперь задумайтесь над тем, что это огромных размеров, штукенция, значит, там, по крайней мере, сотни, сотни, значит, миллиметров, вот, форма вот такая вот, и считать, что это что-то совершенно, понимаете, такое, неизменное, или какие-нибудь там, понимаете, бактерии, уже невозможно. Это эвкариоты тоже давать дальше. А вот это совсем замечательная вещь, я к этому потом еще вернусь, то есть не к этой картинке, а к другой. Значит, видите, это некое образование такое смятое, да, то, что это органика, это не вызывает никаких сомнений, но если это так сминается, и эти складки смятия остаются, в ископаемом состоянии, то это показатель того, что это специфический материал, который невозможен для бактерий. Это уже эвкариоты, у которых оболочка имела, ну, как вы знаете, пектиновую составляющую, то есть, ну, вещь, которая похожа на споры по льцу современной, там, и так далее. Ну, не совсем буквально, но, во всяком случае. И это очень серьезный три с половиной неверно, тоже, значит, эвкариота, дальше, пожалуйста. Или вот такие формы, это все тоже велушки, вестол, да, следующий. А вот это вот, как вам нравится, это можно сказать, что это не органика. ну, я понимаю, что в аудитории, где люди не занимаются, знаешь, палеонтологией, задавать такой вопрос никак, даже не очень корректно, но, во всяком случае, это очевидная органика, причем очевидно, что это высокоорганизованная органика, по крайней мере, эвкариотная, то есть, опять, с ядерными этими самыми составляющими, дальше. Или вот это вот самое хозяйство. А это еще страшнее вещь. Понимаете, это уже, ну, немножко подразрушенная, соответственно, значит, амеба, окаменевшая амеба. А амеба, это, между прочим, для нас она так амеба, подумай, хлам какой-то. На самом деле, это очень высокоорганизованная эвкариот, амеб-то. Но эта находка еще страшна тем, что это найдено в древней коре выветривания. И если мы, я еще покажу несколько слайдов с корами выветривания, что там было найдено, но если вы в корах выветривания находите органику вот амебного уровня, да, то вы должны задуматься над тем, что наше представление о том, что жизнь вышла на сушу из моря, это же тоже везде прописано, что это вообще полнейшая липа. Жизнь совершенно спокойно существовала и что такое коровый ветрик? У вас обнажены породы, они разрушаются, да, и вот в этих трещинах, где влаги какое-то количество есть, там живут вот эти вот самые штуки, там живут микробы, там живут... это для видео, для этих... А вам посуда надо громче включать. Сейчас буду опять... Значит, вот это организмы, которые живут на суше, и поэтому концепция того, что жизнь вышла из моря и пришла на сушу, она очень ущербна, потому что она касается некоторых других вещей, да, некоторые высокоорганизованные организмы рыбного такого, так сказать, толка, ну, древних рыб, да, они действительно выходили на сушу, но не надо путать это вот с тем временем, когда никаких рыб не было, и на сушу никто не выходил, они на суше жили там, и там были целые ассамблеи этих самых вещей. И тут сразу возникает еще один вопрос. А вообще говоря, когда мы читаем такие штуки, что у нас есть единый древний предок, слушайте, ну, это до определенного момента можно было переносить, но после того, как многое по этому поводу написал и Вернадский, и Юрий Александрович Заварзин, который, наверное, выступал здесь в этом зале, да, что не может быть никакой организм один жить, должна быть обязательно цепочка трофическая, кто-то должен кого-то есть, кто-то должен питаться, кто-то там и так, понимаете, без такого комплекса не может существовать ничего. А на земле, на суше, да, уже существует целая группа организмов, поэтому все разговоры о том, что жизнь пришла откуда-то из какого-то бассейна, из моря на сушу не проходят. Дальше. Так вот, значит, в 82-м году была опубликована книжка Борис Васильевичем Тимофеевым из Ленинграда, где он показал, что очень многие формы, такие округлые в основном, иногда это и ниточки всякие, что они уже существуют и в архее, и в протерозое, и вот видите, их нарисовано очень много, и он выделил очень много таксонов разных, описал морфологии и так далее, но потом, значит, что случилось? Во-первых, это был 82-й год, я уже, так сказать, был взрослый мальчик, вот, и я помню, как мы все дружно хихихали по этому поводу и считали, что это все засорение, что это, в общем, всякие ошибки при подготовке проб там и так далее, я, значит, хихикал, я хорошо знал Бориса Васильевича, хихикал над ним и говорю, ну, Борис Васильевич, вот мы были настолько не готовы к тому, чтобы понять, что он прав, что для нас это все был мусор, засорение, ошибки и так далее, что все это было забыто, напрочь забыто, а на самом деле потом вместе с той же, значит, Астафьевой мы поехали в Ленинград, пришли в ту лабораторию, где работал Борис Васильевич Тимофеев, и там, слава Богу, сохранились препараты, а потом, после того, как мы посмотрели препараты и поняли, что он совершенно прав, мы еще дополнительно по тем обнажениям, откуда ему привозили, или он сам собирал, тоже собрали образцы и проделали эту же работу и поняли, что Борис Васильевич Тимофеев был просто гениальный парень. Он это сделал все правильно, а мы были наивные люди, потому что мы полагали, что это невозможно, и мы верили, что это невозможно. Ну, давай дальше. Ну, это вот несколько, значит, снимков из этих препаратов, которые мы приготовили, и из его препаратов, и потом из образцов, и показали, что... И когда вот сейчас я смотрю на эти препараты, которые же нами сделаны, то я вижу, где мы промахнулись. Вот, скажем, есть большие крупные формы, вот как, значит, правая и нижняя, да, она же с дырками, опять поры, это шарики, которые имели поры, понимаете. А вот нижняя, посмотрите, это же размер совершенно гигантский, а это трубочка, трубочка такого размера, это же, как говорил старик Хаттабович, не хухры-мухры, понимаете. Это тоже очень высоко организованное образование. Дальше поехали. Так вот, это я возвращаюсь к корову вветриванию. Видите, что творится в корах вветривании? Возраст архейский, то есть это два с половиной приблизительно и чуть больше миллиарда лет. А коров вветривание существует, и органика в них существует. То есть наше представление о том, что творилось там в архее и протерозове, абсолютно неверны. Абсолютно. И только сейчас мы начинаем поправлять это дело. Дальше. И вот это из коровы вветривание, а это красные водоросли. Разве можно вот здесь заподозрить, что это не органика какая-нибудь? Ну, невозможно просто. Изумительные сохранности дальше пошли. А совсем уж, понимаете, мы поняли, что мы совершенно попали на верный путь, когда нашли вот эту самую штуку. Здесь очень хорошо видно, что это двустенные такие образования, тоже шарики вот с порами, с шипами там и так далее. но это найдено в фосфоритах раннепротерозойского возраста. Всегда в семье считалось, что фосфориты вообще более древние, чем кембрийские, не существуют, что в это время не могло быть никаких фосфоритов. Но мы нашли это в фосфоритах и определили, что это фосфорит, и нашли внутри этих фосфоритов вот эти образования. Дальше. Ну, теперь, значит, немножко моложе. Значит, мы считали, что у нас серьезных, ну, хорошо, там, значит, эвкариоты одноклеточные или что-нибудь в этом духе, они, бог с ними. Но что там есть что-то еще гораздо более серьезно организованное. Ну, про сердце я вам рассказал. Значит, раз есть организмы которые сверлят такой размерности. Это целоматы, вот, целом, мышцы, кровеносная система, сердца и так далее. Так вот, здесь вы видите знаменитую удаканию. Значит, долгие годы шли споры по поводу того, что такое удакание. Некоторые договаривались до того, что это дисковидное образование, там, колонии бактерий и так далее. Но я вам показываю то, что, значит, есть в наших коллекциях, это уже кораллоподобные организмы. А вы понимаете, это уже очень высокий уровень организации. Это метазоа. Многоклеточные животные. Ну, кораллового, так сказать, уровня. Следующий, давай. А вот последнее время, а да, а возраст этих образований два миллиарда. Два миллиарда и уже кораллоподобные организмы, которые строят скелеты. А вот эти образования, но, к сожалению, здесь не самый удачный снимок, более приличных я не нашел вот к сегодняшнему дню. Это губкоподобные организмы. А губки это тоже, вы мне извините, это метазоа. И тоже два миллиарда лет. Дальше, давай. А, это как раз вот картинка по поводу этих самых сверлений, которые Каухман в свое время опубликовал, а мы его тогда освистали, что он не делом занимается, что мы вроде делом дальше, давай. Ну, это срез современного червя, да, где показано, как устроен такой организм, где у него целом, черные вот эти самые такие ниточки, там, это кровеносная система, а черные такие клубочки, это сердца, их несколько. Ну, на самом деле, есть организмы, у которых ни одно сердце, несколько, но в частности. А это наш обычный червяк земляной. Дальше пошли. так вот, а уже, значит, где-то к началу фонерозоя возникает новый эффект. Вот размерность этой фауны, ну, вы видите, здесь нормальные организмы, где нет никаких сомнений, что это все там моллюски, там, ну, и какие-то проблематики, про которые мы толком еще не знаем, что-то такое на самом деле. Ну, это вот размер, значит, где-то первые миллиметры. И это начало кембрия. Это то, что вот я назвал в свое время томотский ярус. Когда у нас многие организмы, значит, получили возможность строить скелет. Вот почти единовременно, понимаете. Это тоже эффектная вещь и очень серьезно повлиявшая на наше представление о развитии органического мира в начале фанерозоя. Ну, вот так это выглядит в натуре, да. А теперь еще один аспект, который, значит, рождался довольно давно. Есть такая группа археоциаты. Археоциаты – это губкоподобные организмы. Вот они в породе выглядят таким образом. Это такие, значит, кубочки с округлым сечением, если этот кубок разрезать. Давай дальше. Ну, и мне очень повезло, что какое-то время, будучи, значит, представителем Кимбрийской комиссии международной, я объездил, ну, кроме Антарктиды, все остальные места, где вот эти археоциаты были найдены. И у меня было два замечательных коллеги, значит, Франсуаз Дебрана из Парижа, очень крупный специалист, крупнейший на Западе специалист по этой группе, и, значит, мой ученик Андрей Журавлев. И мы схитрились посмотреть все коллекции мировые, которые существуют в серьезных музеях. Конечно, в частных коллекциях мы это не смогли посмотреть. Но что вот на этом графике видно? На этом графике видно, что у вас есть время, вот нижняя полоска, да, где присутствуют эти самые археоциаты только в одном месте. Это наша сибирская платформа. Ну, даже в большей мере юг сибирской платформы. Потом следующий ярус Добанский, значительно шире, а потом Ботовский ярус, ярко-черный такие, да, это по всему миру уже распространено. И у нас есть, значит, сегодня достоверная картина распространения этой группы во времени. За время Нижнего Кембря она потом вымерла и по всем континентам, где удалось этой группе проникнуть. Дальше, пожалуйста. Так вот, это палеогеографическая картина, и вот большой звездой это центр происхождения этой группы, это сибирская платформа, более мелкие звездочки, это центры вторичной диверсификации этих самых архиатсатов. И я просто здесь вам напомню, если вы, вам знакомо, конечно, имя Николая Ивановича Вавилова, который, значит, опубликовал такой закон гомологических рядов. Ну и одновременно он много посвятил исследованиям вторичных центров образования культурных растений, ну поскольку он занимался много как раз сельским хозяйством. Так вот, здесь вы видите картину с этими архиатсатами. Мы знаем начало и конец этой группы, мы знаем ее географическое распространение кругом, да, и мы можем наметить здесь вот эти и вторичные центры диверсификации, которые по аналогии с центром происхождения культурных растений как раз являются тем, что происходило тогда в Кембрии с архиатсатами. Давай дальше. Вот. Ну, это еще одна такая же картинка такого же распространения архиатсат, где показано, что это следует все за карбонатными фациями. Это тоже очень важный момент, который вполне согласуется с представлениями Николая Ивановича Вавилова. дальше. Еще один момент, который выяснился на этой группе. Вот, посмотрите. Значит, это Нижний Кембрий, время распространения архиатсат. Левая кривая – это количество новых признаков, которые появляются во времени. А правая вот эта самая такая груша, да, это количество таксонов архиатсат, которые существуют вот по герусалкам. И вы видите, что есть здесь момент, когда новых признаков уже не появляется, а новые роды появляются. Это серьезная вещь. Это означает, что у вас происходит наращивание таксонов за счет такой комбинаторики. а эта комбинаторика у вас опирается на то, что в геноме этой группы уже изначально до ее появления уже были заложены потенциальные возможности того, что происходило потом. Ведь это страшная вещь. Знаете, это говорит о том, что наше представление о том, что естественный отбор имеет творческую роль, а это ключевой вообще момент всего дарвинизма, что это может оказаться ошибочным. Да, я уже сейчас не боюсь этого сказать, потому что давай дальше тогда. Значит, а это гомологические ряды сходные с Фабиловскими по Орхидсадам. Это первая картинка, которую я опубликовал еще в каком-то 60-каком-то году. Дальше давай. Потом, значит, наращивалось количество таксонов, которые описывались, и была создана вот такая таблица, но это тоже уже 30 лет тому назад создана. Сейчас, если добавить, еще нужно было бы, значит, здесь 227 родов, а первая таблица, которую я напечатывал в 66-м году, было 64 всего рода. Сейчас, если добавить то, что уже опубликовано, я перестал этим заниматься, сейчас уже где-то там к 300 родам. и мы развлекались с моей учительницей Инессой Тихоной Журавлевой, которая работала в Новосибирске, тем, что мы описывали те роды, которые потенциально возможно найти. И мы описали некоторое количество из хулиганства, понимаете, и нашли их. дальше. Так, а это еще один момент, который на этой же группе. Почему я так зацепился за архитект? Потому что это, конечно, уникальная группа, и материал уникальный, собранный со всего мира, понимаете, и, соответственно, значит, то, что удалось установить на примере этой группы. Вот, посмотрите, у этого самого кубка, это срез кубка, да, разрушены некоторые части. Видите, там в нижней части разрушена наружная стенка, разрушены некоторые перегородки, и организм начинает укреплять этот кубок для того, чтобы, значит, ну, не погибнуть. И вот, видите, здесь, значит, справа между перегородками такая, такая, значит, ну, она не планочка, а это именно такой, ну, стерженек, что ли. Так вот, эта форма происходит из самых древних отложений, где известны архиатсанты, первые, одна из первых архиатсанты. Кстати, по этой форме называется даже зона, значит, это самое алдансат сунагеникус. Вот. Но в норме вот эти зоны, перегородочки такие, ну, не кородочки, а именно такие, значит, трубочки, нет, даже не трубочки, гвоздики, что ли, они появляются спустя 15 миллионов лет. Встает вопрос, а вообще говоря, как это так получается? почему организм, который только что вообще в этой группе объявился на свет, он уже при каких-то нарушениях использует то, что потом его предки используют спустя 15 миллионов лет. Вот дальше давай. Вот здесь очень плохая картинка, но она очень важная. Дело в том, что, значит, здесь тоже разрушенный кубок местами, но залечивание идет с помощью конструкций, которые появляются 20 миллионов позже, чем вот этого самого образования здесь на залечивании. Давай дальше. Ну, а теперь, значит, к этим самым внеземной жизни. Вы эту картинку, конечно, видели, но, может быть, забыли. Это то, что опубликовал Макей в свое время. В виде организма в метеорите Алан Хиллс, который был поднят в Антарктике. И он, значит, это описал как ну, некое живое с Марса, поскольку считалось, что Алан Хиллс, он происходит как обломок с Марса. Ну, знаете, я оставляю в стороне споры, мог ли с Марса прилететь к нам фрагмент. Вот. Вот, значит, Фортов, вы, конечно, это ими помните, да? Владимир Евгеньевич Фиртов, он был тем самым президентом Академии предыдущим. он, когда я делал доклад на президиуме уже о наших работах, но вспомнил и про это дело, он сказал, да не может это быть, вы что, с ума посходили тут, какой так Марс? Я его спросил, Владимир Евгеньевич, но вы верите, что это прилетело, что это не земельное ничего, а это что-то из-за пределов Земли? Он говорит, а это да? Я говорю, но мне не нужно, чтобы это обязательно прилетело с Марса. Если это прилетело откуда-то, а не земельное, мне этого достаточно, потому что мы уже к этому времени нашли довольно много образований в разных метеоритах, вот, и с этого начались наши совместные работы с этим самым фон Брауновским центром, с таким, значит, Ришардом Хувером. Очень много напечатан на работ по этому поводу. Давай, наторвай, дальше. А это опять Борис Васильевич Тимофеев. Он в свое время взял и отпрепарировал образцы метеорита Мегей из Украины. Может быть, сейчас бы не разрешили бы это делать, но во всяком случае. И нашел там вот такую штуку. Когда он попытался опубликовать это у нас, ему сказали, не, иди с глупостями с этими, а ботаники из Германии взяли, кстати, и публиковали. А вы знаете, что изображено здесь? Изображено, изображены акритархи. Потому что вот такие складки можно получить только на материале из ну, акритархового или, значит, спороподобного типа, спорополенина. Это метеорит. Значит, коллеги, что у нас творится там-то за пределами Земли, если мы на такой уровень организмов. Дальше. Громче? А? Ой. Так, а это, значит, несколько снимков, которые сделаны по разным метеоритам, в том числе по Ефремовке, значит, по Аргею и так далее. Давай дальше. А это чехлы санобактерий в метеорите. Дальше. Так, А, ну, это еще, значит, такие смятые ну, некоторые фрагменты тоже бактерий. Дальше. Это еще забавнее дело. Это было опубликовано много лет тому назад. Ну, тоже лет 30, наверное, 40 как минимум. И это, значит, современный экземпляр и из Аргея экземпляр. И вы видите, внутри находятся, значит, такие домены магнетита. Ну, пластиночки. Не кристаллы, как обычно. А пластиночки магнетита. Да, опять, я понимаю, что я очень тихо говорю. Так вот, долгое время мы на это дело не обращали внимания. А у меня на рабочем столе лежала вот эта фотография, да, и она меня чем-то все время раздражала, понимаете, я никак не мог. И я ее не закрывал, не выбирал. А потом вдруг я подумал, коллеги, если это у нас бактерия, у которой внутри клетки находится магнетит, то это должно означать следующее. Ну, во-первых, бактерия, значит, где-то там вода есть, да? Во-вторых, магнетит. Это означает, что было магнитное поле. Иначе зачем этот магнит там образовался внутри? Да? А если было магнитное поле, то стало быть, там и атмосфера, наверное, сохранялась. вода, атмосфера и магнитное поле. Это вот в Аргее такое дело найдено. Дальше. А это последнее. Я не знаю, вы видели эту книжку или нет. Значит, атлас того, что найдено в Аргее. Он был опубликован как раз совместно и с тем самым ракетным центром из штатов, значит, с институтом, как он называется-то, АЯИ, да? Объединенный институт ядерных исследований в Дубне. Там у меня целая группа есть ребят, которые занимаются этим делом. И целый книжков в атмосфере. А вот здесь левый верхний снимок это зеленая водоросль, а вот правый снимок большой это панцирная амеба. А это, извините, все ведь эпкариоты. И это аргей это метеорит и никуда тут не денешься. А когда начинаются там споры, что это вообще загрязнение, это при падении образовалось и так далее, я всегда говорю, коллеги, а вот как вы объясните, что в метеорите, который упал, некоторые вещи, которые мы обнаруживаем в качестве органики, да, они состоят из чистого углерода, что должно было произойти при падении, а мне говорят, во-первых, как можно было загрязнить пленками из чистого углерода, во-вторых, если они образовались, если они образовались там в результате удара, что вообще довольно смешно, потому что вы же знаете, что аргей упал, его набрали быстро, так же, как потом мурчисон собирали люди просто, значит, руками там и так далее, поэтому разговор о том, что там все было раскалено внутри, это же не серьезное дело, раскаляется там внутри только в том случае, если он развалился там, когда влетел в атмосферу, и начал нагреваться, значит, и через эти самые трещины, а иначе там образуется такая корочка, знаете, корочка маленькая, там, миллиметр-два, все, на все, которая страхует все, что внутри, совершенно спокойно от всех этих температур, но вы же знаете, что когда мы посылаем в космос какой-нибудь корабль, да, то снаружи какая температура? Тысячу, тысяча двести градусов, да, а внутри сидят люди, почему они там сидят и ничего, и там всякие эксперименты биологические проводятся, и тоже ничего, да, в чем дело? А я вам скажу, Анатолий Иванович Григорьев, ну, вы, наверное, это именно слышали, наш был главный космический врач, а потом вице-президент Академии наук, он нас повел как-то, повез как-то на экскурсию в Королевский центр, да, ну, и там показывали нам ракеты, внутренние устройства, то есть все, музейчик такой есть, ну, и там какие-то витрины были, и вдруг подходит ко мне человек, значит, и говорит, ну, я вижу вам эти ракеты не очень интересные, пойдемте, я вам покажу то, что вас может заинтересовать, и спрашивает у меня, что вы, Розенов, я говорю, да, ну, пойдемте, он меня подвел к витрине, где, значит, всякие перчатки, там разные покрытия, куски покрытия и так далее, и вот он мне все это рассказывал, что ведь покрытие все вот такое на корабле, а ничего, температура не действует никак на внутренку, поэтому всякие разговоры, что, значит, там метеорит упал, разогрелся, а? Да, что метеорит упал, разогрелся, это разговоры несерьезные, на самом деле этого не происходит. Другая есть проблема, что, скажем, те, которые давно упали и не были поняты сразу метеоритой, там, может быть, засорения уже связаны с последующим лежанием там, но мы тоже не дурачки, мы же понимали, что нам могут бросать всякие обвинения в том, что есть засорение, и мы разработали много разных методик, с помощью которых можно отличить это засорение или это инситный материал, ну, и сейчас мы уверены в чем, что приблизительно треть это достоверно материал, ну, значит, ну, ископаемый, скажем так, организм, который где-то жил и прилетел к нам с метеоритом. Одна треть это то, что засорение, и одна треть то, что мы не знаем, точно не можем определить, это засорение или это натура. но во всяком случае мы много лет в том числе и там в этом самом фон-брауновском центре занимались разработкой всяких методик, ну, исключения ошибок вот на этой почве. Наташа, давай дальше. Так, это я сам не вижу, что такое, да. Ну, в общем, это тоже все из метеоритов, разные эти самые шарики. Так, ну, давай дальше, что-то. А это я специально показываю. Это не из метеорита. Это из, значит, графита, патогольское месторождение графита, а графит находится внутри сиенитов, а сиенита там, ну, считалось всегда, что это магматическая порода. И вот там, в этих самых графитах, мы сначала нашли, ну, ну, типа водорослей и бактерий что-то, когда написали статью, то мои приятели, которые занимались сиенитами, сказали, что они не допустят публикации такой статьи, когда я им сказал, что, ребята, это же, ведь показывают, что ваши сиенит, это не магматические породы, а метасоматические, то есть, что лично преобразованные. Они, не опубликуют тебе эту статью. Тогда, значит, мы уперлись и просмотрели очень много графитов из этого месторождения и нашли там, а это, знаете, что? Это, значит, фрагменты пресноводных клещей. А? Как? Неплохо. И они состоят целиком из чистого углерода. Вот эти процессы замещения органики на чистый углерод, который мы потом находим и в метеоритах, это, оказывается, нормальная вещь. Нормальная вещь. Ничего тут не поделаешь. Ну, Наташа, давай дальше поехать. Да, ну, я возвращаюсь к этому самому делу, к тому, что было на первом рисунке, потому что именно здесь, на этом рисунке, отражена вот эта шальная идея о существовании прогенома, где уже из таких пребиотиков сформировались все потенциальные возможности генома всего живого, что есть у нас сегодня на Земле. Но, конечно, естественно, там не образовалось это одномоментно и, значит, все вместе, что мы имеем. Конечно, это такая авторазвивающаяся система, самостоятельно развивающаяся система должна быть. То есть, я не настаиваю на том, что я прав, но мне кажется, что что-то в этом духе мы должны обязательно в конечном счете обнаружить. Конечно, обнаружить это очень трудно, поскольку это уже было давно в момент рождения нашей Солнечной системы. так, все, Наташа, еще как? Самых главных картинок. А, нет, нет, нет. Это еще очень важные картинки тоже. Это, значит, ВУЗ такой, он придумал вот эту самую концепцию единого предка. Значит, я уже говорил в начале, что единый предок это совершенно невозможная вещь, потому что какой-то живой организм в единственном числе, в единственном виде существовать не может. Должна быть обязательно целая группа организмов, которые друг друга там, соответственно, поддерживают. Одни едят, другие, значит, размножаются и поставляют пищу там и так далее. А потом ВУЗ переделал этот единый на коммунальную, на коммунальную предка. Вот коммунальный предок это более правильная, но более вероятная вещь. Но, значит, у него в коммунальном предке у ВУЗа, к сожалению, тоже все страшные организмы. То есть, все равно этой проблемы единого предка, которую он поначалу, ему не избежать. Вот поэтому я и придумал это про геном. Я не знаю, как он устроен, но что-то в этом роде должно существовать и в этом направлении надо работать. Вот это, собственно говоря, все. И последние два. А! Нет, не последние два, последние три. Значит, это я вам показываю ксерокопию с книжки Берга. Но Берг это менее известный, чем Вавилов, ну, скажем, и Вернацкий. Но это тоже замечательный человек, академик Берг, он придумал вот этот намогенез. То есть, развитие, и он очень спорил против дарвинизма, тут вот написано. Там читали, нет? Можно прочесть то, что мы? Можно? Ну, вот, если прочтете, увидите, что Берг, оказывается, это 22-й год, а? 22-й год. Он не так уж был неправ, что намогенез, это не такая уж глупость, за которой его ругали. И вообще-то в Лысенковские времена намогенез, это, значит, 22-й год, 22-й год. Я всегда что-то намного Петрограда. 22-й год, это уже, значит, Петербург. Переименовывали назад? Да, был, был маленький промежуток времени, когда Петроград, опять, значит, 20-й, Петербург, потом в Ленинград. Ну, я скажу, что, конечно, вот эти переименования, с моей точки зрения, это безобразие. Потому что, вот я, когда приезжаю в Ленинград и где-нибудь там выступаю, я никогда не говорю Санкт-Петербург, я всегда говорю Ленинград. Потому что, я считаю, что переименование обратное, хотя Петр достойный человек, но переименование после ленинградской блокады это кощунство. Ну, извините. А вот это два человека, которые повинны в том, что они породили во мне кучу всяких сомнений. Это два замечательных наших ученых. Значит, левый это Георгий Александрович Заварзин, который и очень, так сказать, настойчиво в последнее время обосновывал невозможность существования самостоятельно одного какого-нибудь вида. И это Александр Сергеевич Спирин. Оба они, к сожалению, уже не живут. Александр Сергеевич Спирин, который значит, придумал этот мир РНК. Ну, то есть, он развивал эту идею «Мир РНК». И основал Институт Белка в Пущино, а его ученик, значит, Саша Четверин, вместе с ним, они показали, что мир РНК мог существовать заведомо до рождения Земли. Вот, поскольку для его существования достаточно наличия двух вещей. Первое – это способность колонизации внутри РНК. И второй момент, что это может происходить в межслойном пространстве Монт-Мареланита, который имеет место быть в космическом пространстве и обнаружен во многих метеоритах. Вот, на этом месте я закончу. Я понял, что половину вы не услышали, но я прошу прощения. Чего-то я хрип. Это Наталья Васильевна. Да нет, попить-то ладно. Это просто я много ел мороженого. Насчет мороженого? Почему? Да. Вот Наталья Васильевна, она, значит, ну, я не знаю, не хочется назвать ее вредителем, но она в последние дни покупала много мороженого. Я, значит, отца... Чего? Ну, ты что, обиделась? Обиделась, что ли? Значит, вот этот последний снимок, это замечательная компания, которая работала две недели, значит, на Алтае, в том месте, где деревянка, вы, наверное, слышали, этого человека, который, значит, открыл этого самого, значит, человека нового на Алтае, да, и вот там построил целый такой поселочек в итоге, и там мы собирались, и вот это собралась компания, которая, значит, заложила тогда новую программу эволюции биосферы, и мы 15 лет проработали, но, к сожалению, половина из стоящих здесь на снимке уже Да. Да. Ну, про хориоты, конечно. Нет, ну, про хориоты. То есть вопрос о том, о признаках существования прокариот, которые являются более простыми образованием, чем на Украине. Все метеориты, углистые хондриты, которые мы исследовали, они все набиты прокариотами, конечно. А я об эвкариотах говорю, потому что это гораздо более высокий уровень организации, и труднее спорить против этого дела. Вот только так. Так, пожалуйста, еще вопрос про Су. Спасибо, Алексей Юрьевич, за интересный доклад. А у меня вопрос такой. Значит, ну, известно уже в наши последние фанерозойские эры были так называемые масс-экстиншн, массовые вымирания видов, высокоорганизованных и так далее. Вот такого рода эпизоды в более древних периодах для первичных организмов, они возможны, наблюдались или какие-то следы того, что были периоды, так сказать, волнообразной развития? Я не сомневаюсь, что мы это установим. Но сегодня еще мало материала для того, чтобы, конечно, конечно. Можно сказать такие истории? Будут. Вот могу сказать, будут. Будут. Так, и все. что вы можете сказать вот идеи ксанфомолития живых организмов на Венере и последние данные по поводу маршианства всяких проявлений. Тоже, так сказать. Значит так, насчет ксанфомолитии. Но он все время обижался на меня ксанфомолитии, когда я ему говорил, что, в общем, это не очень серьезно, когда какой-нибудь цветок на Венере изображается или что-нибудь в этом духе. Но, знаете, вот они ведь написали статью ксанфомолитии, пармон снытников, и она опубликована в журнале у Марва, да. Когда эту статью мне, значит, Миша Маров прислал на отзыв, я сказал, что опубликуйте эту статью только так. вот та часть, которая касается Венеры, я в это не верю, и это совершенно, лучше не печатать. И я ксанфомолитии, кстати сказать, отказал напечатать это дело в палеонтологическом журнале. Я говорю, ну это для меня вообще совершенно самоубийство. А вот когда они там начали рассуждать насчет того, что мог быть другая основа жизни, не обязательно, значит, углеродная, да, скажу, пожалуйста, это можно напечатать. Я тоже в это не верю, но это нужно обсуждать, и может быть, что-то здесь появится осмысленное вполне. А, ну знаете, тоже мне пришло на отзыв масса статей по Марсу, ну, из тех фотографий, которые там приведены, и рассуждений, видно, что люди совершенно, понимаете, ну, дилетанты, поэтому я написал отрицательный отзыв и скажут, это на сегодня никак. Видите, с Марсом у меня были другие, так сказать, там, непонятки такие. Ну, было заседание, значит, комиссии по космосу, да, и там кто-то выступал и говорил, а вот мы, значит, с помощью прибора, который был разработан, по-моему, здесь в университете и поставлен где-то у американцев, нашли на Марсе водород. Ну, нашли, да, и это означает, что там есть вода. А? Это интересно. Так вот, я подошел к этому самому человеку, я не стал задавать вопросов, там, как-то комментирую, шел, а какая там вода? А он мне говорит, а что, будет разная вода? Я сказал, все, наша дискуссия закончена. Ну, понимаете, ну, что делать? Ну, в этом, в этом все и дело, понимаете, что же, известно, что родительские тела астероидов образовались на интервале времени, ну, порядка первых нескольких миллионов лет. И в результате распада короткоживущих изотопов практически на всех этих родительских телах астероидов мог образоваться внутренний водный океан, и, соответственно, это можно рассматривать как, ну, основную, как бы, версию или возможность образования вот первичной жизни вот внутри таких тел. Как вы к этому относитесь? во-первых, все, что по этому поводу известно, это тоже все, значит, так, мягко выражаясь, но не очень достоверно. Ну, посмотрите, вот, что, скажем, пишет Снытников, Снытников, знаете, да, вот по поводу первых, первых этапов, да, ну, и, знаете, вот у нас в шестом году, по-моему, собралась вот эта компания Заварзин, Спирин, значит, Григорьев, Газенко, Лев Мухин, и, значит, Лев Мухин говорит, знаете что, давайте сначала мы определим, что такое жизнь. Да, я говорю, ребят, вот только не надо этого делать. Терминологические споры никогда не продвигали науку. А потом, посмотрите, вот Пармон, Снытников, для них жизнь это начало астрокатализа. Для Спирина это, значит, мир РНК, начало жизни. Для, вообще, большинства людей это там, где появилась клетка с мембраной. А для меня это тот момент, когда я могу вкусно поесть. Я говорю, а теперь попробуйте опровергнуть любую из этих точек зрения, в том числе и мою. Вот на этом мы закончили эти рассуждения и занимались исследованием того, что известно про процесс начиная от большого взрыва до сегодняшнего дня. Вот это оказалось плодотворным, потому что, ну, вы знаете эту книжку «Проблемы происхождения жизни». Отличная книжка. Конечно, там не совсем можно соглашаться. И там, Александр Фомалитик тоже напечатал. Ему дали возможность. после этого как-то что-то рассказывает о том, что мы обсуждали то, чего мы даже не знаем, что это такое. Когда возникло что-то, чего мы не знаем, что это такое. давайте спрашивали. Да, сейчас. Я помню, после зала, я помню, что эту фразу, которая во введении, в предисловии вы написали, и потом много раз, когда мне приходилось рассказывать и выступать тоже с докладами на этой же теме, каждый раз меня ловят на этой фразе. А что ж такое? Вы же не знаете, что это такое? Ну и все. Я нашел способ отбрехиваться, но вы меня за это побьете. Я говорю, что я не могу объяснить, что такое жизнь. Жизнь – это неотъемлемое свойство материи. Вот если вы не спрашиваете, что такое материя, то вот не спрашивайте, что такое жизнь. Ну правильно. Так, если в зале больше вопросов нет, надо бы закрыть. Я еще по презентации можно запрещать. Можно запрещать. Все, что предпочитает. Так, люди в зале. У вас люди в интернете. Да, ну да, в интернете. Классный, в интернете. Классный свет. Добавок. Слик. Так, прекрасно. Кто хотел бы задать вопрос и подисто из дистанционного присутствия. Подавайте знаки. вот вижу. Ну да, Маша, ты, конечно, не могла избежать, чтобы задать вопрос. Мария Валерьевна, прошу. Давайте вас субтитры. Алексей Юрьевич, добрый день. Я очень рада. Скажите, пожалуйста, не могли бы вы все-таки уточнить по пространству и времени, то есть, если вы посмотрите на вашу таблицу, и ясно, что вы предполагаете происхождение жизни раньше, чем образование Солнечной системы, если я правильно понимаю. То есть, это ранее, чем 4-6 миллиарда лет назад. То есть, по времени можно ли определить, сколько это, вы считаете, 7-8 миллиардов лет назад могли начаться эти процессы? И по пространству. Если размер Солнечной системы это слишком маленький для нас, то есть, в какой области вы предполагаете, что могло идти это образование? Спасибо большое. Маша, значит, во-первых, никакой жизни я не предполагаю. Когда я говорю про геном, это еще не жизнь. Значит, мир РНК это тоже еще не жизнь. Но я возвращаюсь к этому вопросу. Мы на почве изучения процесса можем получить какие-то новые данные, новые соображения, но если мы будем все время задавать себе вопрос, а где же жизнь, то мы опять вернемся вот в этот самый такой довольно бессмысленный спор. Маша, извини, пожалуйста. Еще вопросы? Тогда можно я просто по пространству и по времени в какой области искать? Пусть неизвестно что, но в какой области искать? Насколько широкое сито нужно закидывать? Маша, когда мы будем точно знать, а мы этого точно знать никогда не будем, тогда и начнем искать жизни. Я думаю, Маша, ты меня слышишь? Я думаю, тебе лучше встретиться впрямую и переговорить с докладчиком на эти темы, потому что вопросов здесь очень много и у меня тоже. В частности, вот такой вопрос. Вы даете период возникновения океанов сквозного водяной оболочки 3,7 миллиарда лет назад. Ну, 4. Но в то же время вы указываете на какие-то элементы жизни, которые были раньше. или вы считаете, что нет? На земле. Хорошо. Но на земле они были? Ага. То есть схема, при которой сохраняется только то, что придя снаружи попадает в благоприятную обстановку, вот такая схема. Те, кто могли попасть раньше, они просто не выжили. Получается. Хорошо. Пожалуйста, еще у кого вопросы. А у... У меня есть вопрос, можно задать? Валентина. Да, это Абраменко, Крымская обсерватория. Вопрос такой. Чем мы уйдем с этого доклада? Правильно ли будет вас говорить, что мы вот слушали Розанова и поняли, что жизнь пришла из космоса на землю? Или это совершенно неправильно? Это совершенно правильно. Правильно? Конечно. Спасибо. А вот еще один вопрос. У меня вопрос, как у астронома. Скажите, пожалуйста, вот во-первых, название вашего доклада астрономы значится. А во-вторых, у меня такой интерес. Астрономы с вами работают совместно? То есть вы говорите, что жизнь пришла из космоса. Для этого необходимо, чтобы в вашем исследовании как-то участвовали люди, изучающие космический аспект проблемы. Люди, которые изучают астероиды, малые тела солнечной системы, планеты, экзопланеты. Ведь сейчас очень большой идет разговор о существовании планет вокруг других звезд. И мы ищем жизнь там. Так вот, можно ли на основе ваших исследований дать какие-то рекомендации, что ли? Что искать вам, ребята? Может, мы совсем не то ищем-то в своих экзопланетах? То есть ваша стыковка с астрономами? Вот у меня какой вопрос. Есть ли она? Отвечайте, или я за вас отвечу? Я не очень понял. Валентина, пока Алексей Юрьевич собирается с мыслями, я могу сказать, что целая группа в Измиране, в какой-то мере, под моим руководством и с моим участием, работает с Алексеем Юрьевичем и много интенсивно есть публикации по этому поводу. Я знаю, что аналогичными вещами занимаются выносания, есть доклад ВИБы, вы, наверное, помните о органике во Вселенной, но, конечно, тут есть много сложных и вопросов, которые и нас, астрономов, касаются, в частности, мы не обсуждали, вот у вас на графике температура аккуратно падает вниз, падает вниз, а проблема того, что солнце-то было слабее тогда, в самом начале, было слабее, и там температура должна была бы низкая, она пока по-настоящему до конца не решена. естественно. Естественно, но дело в том, что вот это самое падение температуры, которое там зеленым отражено, оно ведь связано с чем? Сначала у вас поверхность земли была очень разогрета, вы знаете. Почему? Потому что породы были такие, которые существуют только при этой температуре. Вот это, понимаете, момент, который в общем-то мне не до конца ясно, почему при образовании земли температура такая высокая, в то же время приток энергии крайне низкий. Там много всяких тонких моментов, о которых привели большую дискуссию и на международных конференциях. Ну да, Владимир Владимирович, но дело в том, что значит, кроме Солнца есть и другие источники тепла. И они очень мощные. Ну да. Метеоритная бомбардировка и есть. Господи, я даже не говорю. Во-первых, метеоритная бомбардировка, во-вторых, эндогенные вещи и, например, кораблев. Он считает, что вода возникла вот именно через эти два процесса. Через поступление воды снизу вместе с лавой, с извержением вулканов, ну и метеоритная бомбардировка тоже. Так, чья? Анастасия, пожалуйста, давайте ваш вопрос. Благодарю. Спасибо большое за доклад, очень интересный. И я хотела уточнить один момент. Были показаны срезы кубков, которые были повреждены и они восстанавливались по программе, если я правильно поняла, которая массово реализовывалась уже значительно позже. И еще звучали слова вот про РНК пространство. То есть правильно ли я поняла, что можно воспринимать это как программу, которая уже заложена и может реализовываться частично, по каким-то направлениям или массово. То есть вот сама суть устройства жизни. Можно вот об этом поподробнее, если можно? Ну, знаете, то, что осуществляется какая-то программа, это мы видим по многим вещам, не только по органическому миру. Если вы покопаетесь и у биохимиков, вы получите такие же результаты. Но, скажем, очень четко обрисовать эту систему сейчас я не думаю, что это возможно. и рассказать, в чем здесь дело. Это поле для деятельности дальнейшей. Я обращаю внимание только на то, что наши представления о естественном отборе, как творческом процессе, они, вероятно, неверны. А что вот предопределенность некоторых тенденций, она существует. это становится ясным тогда, когда работал Вавилов, Верх, ну и многие другие. Благодарю. Просто это так не озвучивалось массово, а сейчас становится понятно, что есть некая матрица, которая реализуется со временем в определенных условиях. Как-то так, да? Спасибо большое. Вы мне говорите, Еремеев. Арина Иосифовна, задавайте ваш вопрос. У меня замечание, поэтому я жду, когда наступит время просто высказываний. Высказывайтесь, высказывайтесь. Выскажите, да, выскажите. Ну, я хотел бы заметить, что в соответствии с общепринятой, стандартной, современной космогонией Солнечной системы и только нашей, это развитие шмиттовской научной школы. Земля формировалась и планеты, типа, вообще собственные планеты холодным способом, методом слипания и разогревание потом шло в основном за счет распада радиоактивных элементов и внешних ударов. это так, мельком. Я еще хотела напомнить о том, что астрономы занимались проблемой воздохновения жизни возможных очагов. И вот известный всем нам, Гаишанам, наш московский астроном, Феликса Александрович Цитин, он написал монографию «Очерк современной космогонии и Солнечной системы», где его собственная теория расхождения комет как реликтового резервуара единистых кометных тел Солнечной системы. Но действительно у него были такие соображения, что внутренние астероиды, газовая. Алина Иосифовна, к сожалению, ваш микросфон настолько плохо работает, что мы здесь очень мало понимаем. Примерно одно слово из пяти понятно. Поэтому ответим. А сейчас не слышно? Ну, допустим. Сейчас не слышно? А? Ну, попробуйте еще. Все равно плохо. Ну, сейчас слышно, нет? Можно сейчас говорить? Ну, попробуйте еще раз. Первый раз был в пустую. Попробуйте второй. Так, в монографии Телекса Цицына слышно, да? Слышно меня сейчас? Нет! Или я говорю в пустую? Не слышно, да? Одно слово из пяти. А? Тем, кто онлайн слышно. Тем, кто онлайн слышно насчет образования Земли холодным способом и кометы как эликтового. отлично. Ну, короче говоря, а сейчас вы меня слышите? Я хочу, я не знаю, может быть, я опять говорю в пустую, может быть, меня не слышно снова. Короче говоря, идея Феликса Цицына, что внутри кометных тел, как реликтового вещества Солнечной системы и не только экзопланетных систем, вполне возможны, он это аргументирует, возникали такие области, в которых существовали условия, в частности, и жидкость, где могли возникать вот процессы, которые можно назвать жизнью. Кстати говоря, мне кажется, что главное определение жизни это существование путем обмена с окружающей средой. Живое не может существовать вне обмена с окружающей средой. Вот такие замечания есть, они немного слышали. Валентина, а можно я на секундочку уточню? То есть вы... Можно полсекундочки? Валентина, можно я уточню? То есть по этой теории получается, что жизнь возникла одновременно Солнечной системы. Одновременно. То есть меня вот интересует момент времени, по этой теории получается, что процесс образования Солнечной системы одновременно был процессом образования жизни, которая могла задержаться в холодных кометах внутри и там какое-то время либо капсулироваться, либо развиваться. Спасибо. вы правильно понимаете. Это, конечно, преджизнь, так сказать. Спасибо. Так, еще кто-нибудь? Больше? Нет. Извините, мы работаем два часа и превысили стандартное время нашего семинара. очень срочные вопросы у кого-нибудь еще есть. Нет. В таком случае, господа и коллеги, я как руководитель семинара призываю вас в случае возникновения дополнительных вопросов свяжитесь со мной, а я обещаю вас связать в случае после определенной предварительной обработки связать вас с докладчиком. Все. Валерий Духиневич, а можно еще вопрос к Алексею Юрьевичу? Алексей Юрьевич, скажите, пожалуйста, а не хотите ли вы провести все-таки в Дубне, например, но конференцию, в которой мы могли бы участвовать все, вроде ковид у нас почти закончился, не онлайн, а живьем, и обсудить эти вопросы, то есть еще раз специальную конференцию, посвященную происхождению жизни и смежным с ней специальностям? Знаете, значит, я думаю, что нужно провести конференцию в Дубне, можно, но не по поводу происхождения жизни, а по поводу того, что дальше нам делать в этой проскости, чтобы развивать наше представление всерьез о, значит, процессах, в результате которых возникала жизнь. И в Дубне это можно сделать. У меня такая идея как раз вырисовывалась. Замечательно, мы с вами. Спасибо. Выслушали ответ? Значит, вариант в Дубне. Я вынужден на этом закрыть семинар. Большое спасибо Алексею Юрьевичу. Каждый его доклад это основание для многих размышлений в общем и недовольствий. Почему? Какие? Спасибо. Большое спасибо. Аплодисменты.